Здравствуйте! Приветствую вас на моем канале! Недавно я разместила на своем канале ролик с обзором такого препарата, как дипазол. Препарат на прилавках аптек появился еще 60 лет назад. И в советское время этот препарат широко использовался для снижения артериального давления, для повышения иммунитета, при неврологических заболеваниях. Подробно о истории создания применения препарата можно посмотреть в ролике. Ссылка на ролик будет в описании. Сегодня мы с вами поговорим о таком препарате, как нитроглицерин, который также был в советское время и является в наши дни одним из самых востребованных и действенных препаратов, применяемых при ишемической болезни сердца и стенокардеи. В самом начале ролика скажу, что применять нитроглицерин могут только те люди, которым назначил этот препарат их лечащий врач. После установленного диагноза стенокардия или ишемическая болезнь сердца. Также препарат назначается во время процесса реабилитации после инфаркта миокарда. Если препарат назначили, то он должен быть всегда с человеком, страдающим от стенокардеи. Нитроглицерин – один из самых эффективных препаратов для быстрого купирования приступов стенокардии. Стенокардия – это самая частая форма ишемической болезни сердца, проявляющаяся приступами боли в грудной клетке. Боль сжимающего, давящего или жгучего характера обычно возникает при спазме и нарушении кровотока, при наличии атеросклероза артерий, питающих сердце, при непомерных физических нагрузках, при стрессе, эмоциональных нагрузках, появляется за грудиной, может передаваться под левую лопатку, в левую руку, шею или нижнюю челюсть. Основой боли в груди при ишемической болезни сердца является ишемия миокарда. Это состояние, когда из-за нарушения кровообращения некоторым участкам сердечной мышцы, а именно миокарду, не хватает крови, а соответственно и кислорода. При ишемии, нарушении кровотока в органе, резко уменьшается количество циркулирующей крови. Дальше, вследствие сужения просвета сосуда, ниже места сужения опустошаются сосуды, падает кровяное давление, нарушается питание как сосудистой стенки, так и самого сердца, в результате чего в нем возникают явления кислородного голодания. Объем органа уменьшается, снижается его температура, появляются болевые ощущения. В таком ишемизированном органе наблюдается нарушение обмена веществ, расстройство функций. При длительной ишемии наступает некроз, отмирание тканей. Сосуды, снабжающие кровью сердце, могут сузиться из-за спазма, или из-за наличия теросклеротических бляшек, или из-за закупорки артерии тромбом. Если происходит резкое или постоянное нарушение кровообращения сердца, а именно его части миокарда, то в любой момент на фоне этого может произойти инфаркт миокарда. Инфаркт миокарда это некроз, отмирание участка миокарда, и из-за недостатка кровотока и кислорода к этому участку сердца. А если имеет место быть атеросклероз венечных артерий, и еще при этом человек получает психологический стресс, то тогда вероятность инфаркта миокарда возрастает в разы. Теперь вы понимаете, что в таких случаях, если не принять меры по нормализации кровотока в сердечной мышце и не стабилизировать ситуацию, то в лучшем случае инфаркта миокарда не избежать, а в худшем случае, если вовремя не оказать медицинскую помощь, что может произойти непоправимая ситуация. Препарат нитроглицерин это скорая помощь при таких обстоятельствах. Нитроглицерин способен повышать доставку кислорода в ишемизированные участки, страдающие от недостатка крови в сердечной мышце, увеличивает сокращаемость миокарда, устраняет спазмы коронарных артерий, расширяя их. Обезболивающий эффект нитроглицерина наступает быстро, а через 45 минут этого лекарства уже нет в крови. То есть, этот препарат практически мгновенного действия, который начинает действовать уже в течение 1-3 минут. Препарат выпускают в разной форме, но чаще всего его применяют в виде таблеток, рассасываемых в полости рта, в виде капель или спрея. При установленных диагнозах стенокардия или ишемической болезни сердца во время приступа боли в груди, обычно врачи рекомендуют принять таблетку нитроглицерина, рассосав ее в полости рта. В большинстве случаев этого бывает достаточно, чтобы купировать приступ. Иногда даже достаточно полтаблетки или даже 1-4 ее части. Если человек почувствовал уменьшение боли, а таблетка еще не вся растворилась в полости рта, то тогда ее нужно просто выплюнуть. Если же легче после применения одной таблетки не стало, применяют вторую таблетку препарата через 5 минут. Если опять же облегчение не последовало, применяют также через 5 минут третью таблетку. И вот уже теперь, если облегчение не наступило, срочно вызывают скорую помощь, так как если 3 таблетки в течение 15 минут не подействовали, можно предположить инфаркт миокарда. Больше нитроглицерина, чем 3 таблетки за 15 минут, применять нельзя. И в этот момент, пока ожидаете скорую помощь, нужно принять 250 мг аспирина, дать попить простой чистой воды, обеспечить доступ кислорода к пострадавшему, расстегнуть сдавливающие предметы одежды, обеспечить покой. У некоторых людей на фоне приема нитроглицерина может появиться головная боль, иногда очень сильная. Тогда нитроглицерин рекомендуется принимать вместе с сахаром в виде капель. При применении нитроглицерина головная боль вызвана расширением церебральных сосудов. Вообще, при постоянном применении нитроглицерина может развиться привыкание к препарату, и на фоне этого отмечается снижение терапевтического эффекта. Поэтому с целью предотвращения возникновения привыкания к препарату рекомендуется соблюдать ежедневный, предпочтительно ночной интервал без применения препарата в течение 8-12 часов. После перерыва чувствительность организма к нитроглицерину восстанавливается. Теперь я расскажу о том, почему именно так нитроглицерин воздействует на организм. Нитроглицерин был впервые получен Асканио Сабреру в 1847 году в Турине. Асканио Сабреру опытным путем определил, если смесь азотной и серной кислоты хорошо охлаждать и добавлять к ней небольшими порциями глицерин при перемешивании, чтобы избежать повышения температуры, происходит процесс, при котором глицерин и азотная кислота вступают в реакцию. После окончания реакции ученый выливал смесь в воду. В результате кислоты растворялись, а нитроглицерин собирался на дне в виде тяжелой желтой жидкости, похожей на оливковое масло. Нитроглицерин плохо растворим в воде, поэтому его промывали водой от остатков кислот практически без потерь. Ученый также выяснил, что нитроглицерин не обладает запахом, но обладает жгучим вкусом и вызывает продолжительную головную боль. Тогда же и обнаружились другие свойства нитроглицерина, которые называли гремучим хлопком. Подробно о других свойствах нитроглицерина вы сможете прочитать в Википедии, ссылка на статью будет в описании. В то время свойствами нитроглицерина, которые вызывают головную боль, заинтересовался европейский медик Константин Геринг. И он первым пробовал применять нитроглицерин в своей практике для снятия головной боли у пациентов, так как считал, что подобное нужно лечить подобным. Но в те времена такой способ применения нитроглицерина не нашел отклика в медицинских кругах. Дальнейшая история нитроглицерина неразрывно связана с именем ученого-инженера Альфреда Нобеля. Его заинтересовали свойства нитроглицерина в виде гремучего хлопка. Собственно, на этих свойствах нитроглицерина он и построил свою империю. В 1887 году доктор Уильям Меррел рассчитал точную дозу нитроглицерина, при которой побочные эффекты в виде головной боли были минимальны. Тогда и начали применять нитроглицерин при болях в груди. Но применение этого вещества в виде лекарства сам Альфред Нобель отрицал, хотя врачи настойчиво его ему рекомендовали. Нобель умер от сердечного приступа в 1896 году. Именно он учредил ежегодную премию от доходов своих ценных бумаг для поощрения ученых, изобретателей и наиболее успешных литераторов. Нитроглицерин занял свои лидирующие позиции в фармакологии для борьбы со стенокардией с начала XX века. Однако очень долгое время никто не мог определить, каким именно образом нитроглицерин действует на сосуды и купирует приступы стенокардии. Это удалось выяснить лишь в 1998 году. Американским ученым, которые за свою работу в роли оксида азота в регуляции сосудистого тонуса были удостойны Нобелевской премии по медицине. Вот такой исторический парадокс. О роли оксида азота в поддержании нормального давления в организме мы с вами говорили в ролике о причинах повышенного давления и о причинах снижения потенции. Кому интересна более подробная информация, ссылки на ролики будут в описании. Итак, эндогенный оксид азота – это газ, вырабатываемый самим организмом. Выделяется он из эндотелия кровеносных сосудов и влияет на регуляцию кровообращения посредством расширения кровеносных сосудов. При приступе стенокардии кровеносные сосуды, питающие сердце, сужаются настолько, что к сердечной мышце поступает меньше крови и кислорода, чем требуются мышцы для эффективной работы, отсюда и появляется боль в груди. Что же касается нитроглицерина, то препарат, поступая в организм, путем химических переобразований, выпускает молекулу оксида азота НО, который обладает способностью расширять сосуды. Кровь, насыщенная кислородом, снова нормально поступает к миокарду и человек чувствует облегчение. Препарат нитроглицерин имеет проверенное годами воздействие на стенки кровеносных сосудов и применяется для купирования приступов стенокардии при болях в груди. А теперь о противопоказаниях. Противопоказано применение нитроглицерина при закрытоугольной глаукоме, низком артериальном давлении, анемии, повышенном внутричерепном давлении, при алкогольном опьянении, при приеме препаратов с действующим веществом силденофил, при пороке сердца в виде изолированного метрального стеноза, при тампонаде сердца, скоплении жидкости в сердечной мышце. Вот так действует нитроглицерин. И сегодня вы узнали о его истории и о том, почему именно нитроглицерин способен купировать приступы стенокардии. Напоминаю, информация на канале дана для ознакомления. Перед ее применением посоветуйтесь с врачом. Ну а на сегодня это все. Желаю всем крепкого здоровья. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах на канале. Добавляйте это видео в плейлисты и делитесь в соцсетях. Ну а на сегодня это все. До следующих встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok